Сейчас у меня в руках осколок от вражеской российской ракеты С-300, которую еще российские военные пустили по жилому кварталу города Харькова. Впоследствии обстрела, к счастью, никто не пострадал, но здесь возникла вот такая большущая воронка диаметром приблизительно 20 метров и в глубину еще 3-4 метра. Да, осколки полетели вот на соседнее здание. Подходить туда ближе опасно, ведь в любой момент поврежденные части дома могут обрушиться на голову. Это ракета С-300, система противовоздушной обороны. К сожалению, эти ракеты имеют такую возможность поражать наземные цели, и Российская Федерация это очень хорошо практикует. Ракеты эти не перехватываются, летят очень быстро, и наши системы ПВО не справляются с ними, потому что выпускаются из Белгородской области. Из Белгородской области сюда налетит максимум 30 секунд. 90% этих ракет применяются для того, чтобы напугать население, харьковчан, и для того, чтобы люди меньше стремились к победе, меньше хотели этой победы, и чтобы они боялись. Россияне обстреливают Харьков и область запрещенными кассетными бомбами и ракетами практически каждый день. Только за прошлые сутки российская армия разрушила около 60 домов в области. Таковы данные Национальной полиции Украины. Анастасия Жук, Алексей Идрисов, Андрей Домовой из Харьковской области для телеканала Freedom.